Мы продолжаем тему игрушек, друзья. Сегодня мы вот как раз пытаемся понять многообразие, а также сравнить мир игрушек моего детства с каким-то безграничным миром игрушек современных детей. Мир изменился, поэтому... Мир изменился и готов предоставить какое-то немыслимое многообразие. И иногда это элегантно сочетается вот со школьными предметами и со школьным обмундированием. Друзья, сейчас нам поможет разобраться в этом наша гостья очаровательна Татьяна Андрусова, представитель бренда интерактивных рюкзаков. И вот что касается самого понятия интерактивный рюкзак, посмотрите, какие экземпляры представлены в нашей студии. И я вспоминаю свой ранец. Там была статичная кожаная картинка, буратино что ли, все. И он был резиновый, да? Он был убогий, конечно. Не, он сказал мне не казалось, но по сравнению с этим, это, конечно, что совершенно... Сейчас все дети Красноярска срочно захотели такие рюкзаки. Расскажите, давно ли на рынке такие рюкзаки, потому что многие не знают о них ничего. Этот продукт появился на рынке в 2018 году, то есть группа энтузиастов собрала деньги на производство. И выпустила вот такой вот замечательный элемент. Что он себе представляет? Это эргономичный рюкзак, то есть с полностью подходящими параметрами для дошкольников, школьников, включающий в себя LED-экран. То есть LED-экран у нас представлен пиксельной панелью, которая работает от портативной батареи. Насколько она тяжелая? Можно вот я даже... Потому что староверы вроде меня думают, да, господи, они туда засунули кусок телевизора, это же ужасно тяжело. Ну вот я на одном... А на самом деле... На самом деле их вес от 800 до килограмма. Ну вот я держу одним пальцем, да, если вы можете ощутить, да, что это вообще... То есть большинство ортопедических портфелей, ну вот, которые представлены в магазинах школьных товаров, они весят гораздо тяжелее, чем рюкзак с экраном. Что на таком экране можно показать? Сюда мы можем загрузить любую анимацию, любой текст, любой рисунок, свою фотографию, что-то написать сами, да. Вот, например, как у нас, я думаю, нам сейчас покажут «Утро на Енисееве». Да, спасибо большое, нам очень приятно это время. Ведима мы бегущей строкой. То есть это полная свобода самовыражения для себя, да. У нас школьники очень любят вот TikTok, Instagram, лайки и все остальное. Поэтому все, что хочется, все, о чем хочется рассказать миру, можно рассказать. Да, сам школьник способен загрузить или вот постоянно это дергание родителей там... Если у школьника есть свой мобильный телефон. То есть устанавливается русифицированное приложение на телефон, и при помощи него буквально двумя нажатиями кнопок мы можем выгрузить любую картинку. То есть мы можем с вами это продемонстрировать, это делается достаточно быстро, оперативно. У рюкзака свой встроенный Wi-Fi модуль, который имеет уникальное имя, что никто, посторонний к ним подключиться не может со стороны, то есть одноклассники, друзья, все остальное. Ну и, соответственно, под заданным паролем владелец рюкзака сам выгружает какое-то изображение. Да, давайте поменяем изображение, покажем, как это делается. Я так понимаю, на этом, да, рюкзаке будем менять? Так, сейчас мы определимся. Так, тут много у нас подключено. Я про что? Про то, что сами рюкзаки очень интересного дизайна. Они современные, да, и мало того, что они современные, еще встроенный дизайн. А я как родитель, знаешь? А это же от батареек работает? Здесь внутри Powerbank, обычная портативная батарейка, которая чаще всего заряжает телефон. Сколько хватает, чтобы все это... От 8 до 20 часов. О! Ну, то есть все зависит от емкости аккумулятора, который мы туда вкладываем. Мы всегда говорим, что, кроме того, это еще и безопасность, потому что ребенка больше... Ну, не будет повода сказать, что у меня разрядился телефон, потому что у него всегда в рюкзаке портативная батарейка, то есть, которую он может подключить и зарядить свой телефон. Это широкого спектра действия, от него можно заряжать все, что угодно, в том числе и телефон. И насчет безопасности вы совершенно справедливо заметили, потому что такой рюкзак его видят. Привлекает автомобилистам, да. Видят издалека, особенно в темное время суток. Рюкзак вот с такой трансляцией, конечно, заметен. И это здорово. Так, мы куда-то выкручили на какой-то из рюкзаков. Я уже не понимаю, что, видимо, придется мне выделить какую-то сумму, потому что дети, конечно... А, вот, у меня телефон подключился, получается, как раз-таки к нашему утру на Енисе. Отлично. Давайте сменим логотип телеканала на какой-нибудь другой. Мы можем с вами полностью удалить все изображения, чтобы нам более наглядно с вами посмотреть. Так, ну, то есть программа сброшена. Сейчас мы просто напишем от руки любой текст. Мы можем написать «Доброе утро» или что-то такое? Давайте, сейчас мы с вами напишем «Доброе утро». То есть я вижу, что вы пишете вручную. Я могу написать вручную, могу просто текстом написать. Давайте мы вот так «ДР», ну, чтобы, ну, «ДУ» напишем. Да, в «ДУ», да? Ну, чтобы нам просто отправить наглядно, посмотреть. Пока Татьяна набирает текст, здесь вот такая дежурная надпись. Фигурирует «Amusing LED», что значит «Восхитительный LED». Имеется в виду прекрасная технология. Слушай, ну, это еще творческий процесс, можно же придумывать различные собственные какие-то надписи. Конечно, вы можете рисовать все, что угодно, да, то есть в том числе просто найти в интернете любую... А, вот «ДУ». Мы просто написали «ДУ» вообще от руки, но вы можете, я так понимаю, любые картинки сюда загружать. Да, здесь... Мы просто «ДУ» написали. Да, то есть в приложении есть своя библиотека-анимация определенная, тут картинки, которые обновляются. А, прямо здесь готовые решения на Борсей. Да, есть готовые решения. «АДУ» — это у нас «Доброе утро» или «Дистанционная учеба» — это кому как, собственно... Дистанционное управление, да. Да, это по-разному. Скажите, да, а где вот такие рюкзаки производятся? Это российская разработка, само производство расположено в Подмосковье, бренд «Пиксель». Мы очень гордимся тем, что наша страна способна производить данные изделия, потому что качество данных рюкзаков вызывает действительно восхищение. Полностью влагозащищенная поверхность и экран, который невозможно сломать. Я всегда говорю, ребят, только в сборке на нем... А, это отдельный экран. Слушайте, а что с температурным режимом? Если вот в минус 30 у нас морозы, школьник идет, минус 30, у него уже замерзло. Нет. Надпись «Новым годом». Рюкзаки прошли испытания от плюс 40 до минус 45. То есть, да. Ну, в минус 45 вряд ли... Слушайте, ну, это действительно все довольно гибкое. Серьезно, это так выгибло. То есть, если вдруг попадет, они же рюкзаками вот этими кидаются бесконечно, да, там что-то еще... Нет, это вот, мне кажется, способно вынести довольно серьезное воздействие. Если вдруг выбивается даже один из пикселей из цепи, то вся остальная цепь продолжает работать. То есть, это не как у нас телефон, да, мы разбили экран, и вся матрица перестала работать. Здесь полностью гибкая эргономичная панель, которая позволяет нетравмоопасно для рюкзака проводить его эксплуатацию. Если не секрет, стоимость приблизительная хотя бы от до линейки? Линейка от 7,5 тысяч до 10 тысяч рублей. То есть, ну, не такая заоблачная цена, которую... Для такой инновационной вещи я считаю, что нет. Мы знаем, что у вас какие-то еще другие есть инновационные гаджеты. Да. Вообще, наш магазин, магазин Skyrunner, занимается электротранспортом. У нас самый большой выбор в городе. Электросамокатом, гироскутеров, моноколес, сигвеев и всего остального, что также может быть интересно. А мы тут говорим о игрушках, а здесь оказывается такая интересная история. Также, если вы уже являетесь владельцем электротранспорта, у нас есть свой сервисный центр, который готов обслужить, подготовить к сезону, отремонтировать, в том числе и рюкзаки. Но, кстати говоря, на рюкзаки предоставляется гарантия 6 месяцев. То есть, можно пользоваться, не бояться, что с ними... А вот по опыту уже, это сугубо такая школьная детская история? Или взрослые населения также проявляют интерес к подобным сумкам? Абсолютно не детская история. То есть, наше молодое поколение тоже стремится выделиться, стремится показать себя. Поэтому, возрастного центра такого нет. Ты бы не хотел такой рюкзак. Интересно, я вот подумал просто над содержательной частью, вот что бы я хотел трансировать. Очень многие крупные бренды используют для рекламы. То есть, размещают какие-то свои рекламные материалы. Прежде всего, это курьерские службы, службы доставки, предоставляют своим сотрудникам. Я делал тебе рекламную поверхность за спиной, и ты можешь заключить локальный контракт. На предоставление рекламной информации. Давайте продадим спину Марины Маргуновой. То есть, в этом смысле что-то транслировать, какое-нибудь рекламное сообщение. Ну, я хочу сказать о том, что к Новому году, да, уже люди начинают готовиться постепенно. И мы понимаем о том, что такой рюкзак точно станет оригинальным подарком. И с таким рюкзаком вы точно останетесь незамеченными. Напоминаю, что пора начинать подготовку к Новому году. И вот с таким оригинальным подарком вы обязательно запомнитесь, как автор отличного подарка. Приобрести рюкзаки можно в магазине «Скайранер» по адресу улица Регатная, дом 4. Татьяна, спасибо вам большое, представители компании «Скайранер». Я думаю, что все запомнили ваши рюкзаки, вы останетесь незамеченными. И все, конечно же, с удовольствием будут пользоваться этими инновационными технологиями. И я вот опять вспомнил свой школьный ранец. Конечно, все это было немножко по-другому. Спасибо огромное, нам пора двигаться дальше.